МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. Итак, начнем листать этот журнал. Первая история называется «Ответ полковника Кузьмина шведам на их предложение сдаться». В сборнике коротких рассказов «Русская военная история» в занимательных и поучительных примерах, составленном Николаем Ковалевским и Станиславом Шеневым, приводится один интересный героический случай. Полковник Кузьмин, потерявший в боях с турками руку, был оставлен в армии и назначен комендантом одного из фортов на Балтийском побережье. В ходе русско-шведской войны 1788 года наше укрепление попытались захватить неприятельские корабли. Небольшой русский гарнизон, состоявший из горских храбрецов, отбил все атаки врага. А на предложение сдаться, однорукий полковник Кузьмин ответил так. «Передайте шведскому адмиралу, что мне нечем ворота открывать. У меня одна рука, да и та шпагой занята». Тема сегодняшней программы – военные истории и армейские байки. Специально сделал такую подборку, потому как на этой неделе грядет замечательный праздник – День защитника Отечества. Я регулярно просматриваю календарь событий прошлого. Заглядываю туда для поиска интересных, знаменательных и памятных дат в истории человечества, а также ради дат рождения и дней памяти известных людей. 7 февраля я, как обычно, заглянул в календарь и обнаружил там следующее. В этот день, в 1926 году, в городе Воронеже родился будущий космонавт Константин Петрович Феоктистов. Нет, я, конечно же, знал, что был в нашей стране такой знаменитый человек. Но то, насколько он крут и уникален, вот это как-то прошло мимо меня. Признаюсь честно, я был сильно впечатлен открывшимися фактами из биографии Константина Феоктистова. Этими открытиями я спешу поделиться с вами, мои дорогие листатели тележурнала. Даже краткое перечисление его космических заслуг впечатляет. Он ведь не только летчик-космонавт и герой Советского Союза, но еще и инженер-разработчик большого числа советских космических кораблей. А именно, Восток, Восход, многочисленная серия Союзов и Прогрессов, а также проектировщик орбитальных станций «Салют и мир». Более того, под руководством Сергея Павловича Королева он участвовал в разработке первого искусственного спутника Земли. В 1964 году Константин Петрович Феоктистов стал первым в мире гражданским космонавтом. Еще раз повторяю, первым в мире гражданским космонавтом и единственным в истории советской космонавтики беспартийным, совершившим космический полет. Улететь на орбиту в те годы, не являясь членом КПСС, это что-то из области научной фантастики. Столь дерзкое вольнодумство Феоктистова было допущено только потому, что он являлся весьма ценным техническим специалистом. Тот его полет в качестве гражданского научного сотрудника тоже был мировым достижением. Это был первый в истории мирового освоения космоса полет многоместного пилотируемого корабля с экипажем в составе трех космонавтов на борту вместе с Владимиром Комаровым и Борисом Егоровым. Но и это еще не все. ТО был первым в мире полет космонавтов на орбиту без использования скафандров. В конце 60-х годов Константин Петрович Феоктистов стал доктором технических наук, профессором и членом-корреспондентом Международной академии астронавтики. С 1990 года он преподавал Московском государственном техническом университете имени Баумана. Это основные факты, причем короткой строкой, о самом удивительном и необычном советском космонавте, который к тому же обладал твердым, независимым и очень упрямым характером. Как вы думаете, почему я включил заметку о Константине Феоктистове в программу, посвященную 23 февраля? Какое отношение гражданский космонавт, да еще и технарь, имеет к защите Отечества? Самое прямое. Дело в том, что Константин Петрович был участником Великой Отечественной войны, во время которой нацисты его расстреляли. В июле 1942 года, после захвата немцами западной части его родного Воронежа, 16-летний паренек Костя Феоктистов ушел добровольцем на фронт. Он служил разведчиком оперативной группы штаба одной из воинских частей Воронежского фронта. 11 августа 1942 года, во время выполнения боевого задания в тылу врага, Костя был схвачен эсэсовским патрулем. Разговор с юным разведчиком был коротким. Смертная казнь на месте через расстрел. Офицер Вафин-эсэс прицелился из пистолета в лицо Феоктистова и выстрелил. Пуля попала Константину в подбородок и вышла из шеи на вылет. Парень упал на землю. Проверять мертв или жив русский разведчик немцы не стали, но, скорее всего, у них не было времени. Да и так посему было видно, что он мертв. Но, как выяснилось позже, пуля хоть и попала в голову, но к огромному везению Константина не задела его мозг и крупные артерии. Раненый Феоктистов удачно притворился мертвым. Немцы оставили его лежащим в яме глубиной метра полтора-два и ушли. С трудом, выбравшись из ямы и трое суток, прячась от вражеских патрулей, Константин успешно перешел линию фронта. Чудом выживший герой сначала поступил в медсанбат, а потом был отправлен при фронтовой госпиталь. Вот там-то выздоравливающего парня и обнаружила его мать, которая увезла своего юного 16-летнего воина в тыл, в узбекский город Коканд. В 1943 году, находясь в эвакуации в Коканде, Костя Феоктистов с отличием окончил и 10 классов средней школы. После чего, исполняя свою заветную детскую мечту о ракетостроении, поступил в Московское высшее техническое училище имени Баумана. Вот так Константин Петрович Феоктистов, уникальный человек, переживший казнь, открыл для себя дорогу в космос. В дальнейшем ему суждено было внести огромный вклад в развитие нашей отечественной космонавтики и оставить существенный след в истории человечества. Незаурядный актер Станислав Андреевич Любшин сыграл 77 ролей в кино. Очень важной ролью для него стала работа в четырехсерийной военной драматической картине «Щит и меч», снятой режиссером Владимиром Басовым в 1967 году. В этой ленте Станислав Любшин сыграл главную роль советского разведчика Александра Белова, который под именем Йогана Вайса действовал в самом логове врага. Для артиста Любшина участие в этом фильме стало знаковым. Не только с точки зрения славы, дальнейшей карьеры, уважения публике и узнаваемости на улицах, но еще и потому, что сбылась его детская мечта – борьба с фашизмом. Он ведь родился в 1933 году в селе Владыкино Московской области. Оно давно уже в черте столицы, на ее севере, входит в состав московского района Отрадное. Во время войны деревенский мальчишка Любшин, как и многие другие советские пацаны, и мечтал попасть на фронт, бить проклятых нацистов. И у него даже была попытка это сделать. Я хочу процитировать вам одно воспоминание Станислава Андреевича о своем военном детстве. Когда я впервые это услышал, то у меня ком в горле возник и застрял там надолго. Итак, прошу вас послушать несколько строк о событиях холодной зимы 1941 года очевидцем и участником которых был замечательный актер Станислав Любшин. Идет, значит, война. Немцы подходят к Москве. Бабушка не верила, что немцы войдут в Москву. Левитан читал, что враг будет разбит, победа будет за нами. Мы с ней вставали на колени перед иконой и молились. Но на всякий случай она сшила нам торбочки из носков и ненужных тряпок. И сухарики туда положила. Ну, пригодятся, если что. Вот начинается наступление наших войск от Москвы. Мимо нашего дома идут сибирские полки, едут танки. Под домом нашим была амбразура и пулеметы, если немцы пойдут. И мы с другом решили пойти на фронт. Нам по 8 лет. Танкисты берут нас в танк, мы доезжаем до Алтуфьевского шоссе. Вдруг воздушная тревога. Нас из танка вытаскивают, как щенят и под танк. Что такое? Немецкий самолет летает, а наш за ним гоняется. А вся эта территория, где сейчас окружная железная дорога, на 3 километра штабелями уложена бомбами, минами и снарядами. Их для наступления свозили и как брус складывали. И если этот самолет сейчас сбросит бомбу на склад, то конец придет всей Москве. И вот мы из-под танка смотрим, самолет носится, 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 нас стреляет, а немецкий летает. Потом немецкий вдруг что-то сбрасывает. Бомба. А небо такое яркое-яркое, холодное голубое небо. А эта бомба летит. Тревога, все заорали. И вдруг в последний момент оказалось, что это не бомба, а мешок с листовками. Это все разрывается, рассыпается, начинает падать. Солдаты побежали, офицеры побежали. Солдаты хватают листовки, и офицеры их с сапогами по задницам, чтобы не читали. Мы тоже побежали читать, хотя еще в школу не ходили, и читать еще даже не умели. Зацепились за рельсину, перелетели через нее, носы разбили. Когда шок прошел, эти молодые люди в танке поняли, что такое война. Их же ведь только чуть-чуть где-то подучили, потренировали, и поэтому танкисты выкинули нас назад. И мы, опозоренные, не дойдя до фронта, вернулись в свою деревню. Прихожу домой, мать больная лежит, холодно, печка не топлена. Брат и сестра тоже лежат под одеялами. Надо что-то делать. Я стою на лыже, беру двуручную пилу и еду в лес. Местность болотистая, и поставили уже надолбы деревянные от немецких танков навстречу их движению. Только я спилил дерево, распилил по кускам, чтобы везти домой. Как попадаю в канаву и туда проваливаюсь. И начинаю уходить вниз. Хватаюсь за края, а все обрушивается, не могу вылезти. Вот уже сугроб по пояс, а он все выше, и выше, и выше. А мороз 40 градусов, и я все глубже и глубже ухожу куда-то вниз. А мать что-то почувствовала. Будучи больной, да с температурой встала на лыжи и по моим следам приехала. Увидела, что я уже провалился по плечи и заорала. Я сразу затрепыхался, обрадовался, что помощь пришла. А уже почти весь там, внизу. Она протянула мне лыжину и вытащила меня. А брюки у меня и валенки там остались. А в лесу, в землянке, жила бабушка. Все ее считали сумасшедшей. Мать посадила меня на закорки, встала на лыжи и привезла к ней. А там тепло. И что меня поразило, большой, большой стол весь заполнен кусковым сахаром. Не маленьким, а сахарные головы такие большие. Меня стали отогревать, чаю дают. Сахара ведь много. Вот я дрожу, дрожу, лечусь, лечусь. А мать спрашивает, ну что, отогрелся? Я говорю, нет еще. Ну что, а сейчас? В порядке? Я, нет, нет, нет еще. И так до самого утра все отогревался. Потом в гости к ней приходили к бабушке этой, землянку ее. Так что мне так и не удалось на фронт попасть. И когда вышел фильм «Щит и меч», то это была моя мечта бороться с фашизмом, самым страшным злом. Это все было для меня очень серьез. Моя мечта детства осуществилась. Это были воспоминания замечательного актера Станислава Любшина. А теперь давайте перейдем от серьезных военных историй к забавным армейским байкам. Очередная заметка называется «А вот нефиг спать во время службы». Эта история была обнаружена на одном авиационном интернет-ресурсе, на котором обитают наши доблестные военные летчики, технический персонал, обеспечивающий полеты и прочие люди, причастные к ВВС. Попробуй пересказать описанный там случай, переложив его с военно-воздушного на простой гражданский язык, понятный даже тем, кто не отличает тангаж от виража, а форсаж от помпажа. Да простят меня наши орлы да соколы, если я ляпну что-нибудь неправильное. Итак, трагикомическое летное происшествие, которое случилось на Дальнем Востоке, в районе военного аэродрома «Хароль», что находится в Приморском крае. Времена действия лихие и смутные 90-е годы. В полку стратегической авиации была обычная летная смена. Экипаж тяжелого реактивного бомбардировщика Ту-16 выполнял поставленную ему учебную задачу недалеко от родного аэродрома. Особенность самолета Ту-16 и в его ракетоносной модификации это нахождение прицельной радиолокационной станции в середине фюзеляжа. Ну и соответственно место второго штурмана находится там же. Это очень неуютное место службы. Отличие этой кабины практически полная темнота. Имеется маленький иллюминатор в потолке размером 10 на 20 сантиметров и точно такой же в нижнем люке. Ну и полный отрыв от экипажа. Единственный способ общения с товарищами это внутренняя связь. В тот роковой для себя день второй штурман занял свое штатное место в воздушном корабле и зная что на его долю никакой работы полетным заданием не предусмотрено спокойно заснул под монотонный вой реактивных двигателей. Прошло некоторое время экипаж выполнил поставленную задачу и приземлил ракетоносец на свой аэродром. И вдруг командир корабля получил доклад от встречающего наземного техника. Сообщение техника было страшным. По его словам люк средней кабины сброшен и второго штурмана на борту нет. Причем нет вместе с его креслом. То ли катапультировался то ли как-то по другой причине выпал. Сначала возник шок а потом паника. Ведь летали в тот день и заходили на посадку над Японским морем. Вот не дай бог второго штурмана там потеряли. Доложили на КДП командно-диспетчерский пункт. Так мол и так второй штурман куда-то пропал. Скорее всего катапультировался. Руководитель полета стал запрашивать заходящие на посадку борты. Дескать мужики вы случаем не видели где-нибудь парашют или еще чего-нибудь такого на него похожего. В ответ был получен доклад в таком-то районе наблюдаем раскрытый парашют выложенный крестом на земле а на нем лежит раскинувшие руки кто-то из летного состава. Фух отлегло немного. Подняли спасательный вертолет забрали второго штурмана вместе с его креслом и привезли на разбор полетов. Оказалось что в полете фишка шлемофона штурмана отсоединилась от бортовой сети. Когда самолет стал заходить на посадку штурман проснулся почувствовал снижение и с просонок стал судорожно давить тангенту внутренней связи. Командир командир а вот ведь тишина высота падает скорость падает вот высота уже около критической примерно 100 метров а экипаж молчит и тут нервы у второго штурмана не выдержали и он ударил по ручкам катапульты. Замечательно что на Ту-16 все кроме летчиков катапультируются вниз. Благополучно приземлившись второй штурман включил радиомаяк Камар выложил на земле крест из парашюта и как положено лег на него сверху. Дабы его несчастный организм был хорошо виден спасательной команде. Что решила комиссия по разбору полетов догадаться несложно. Второй штурман получил звание вечного второго штурмана без повышения в должности. А вот в полку над этим бедолагой еще очень долго шутили. Потому как нефиг спать во время службы и выдергивать в бессознательном состоянии фишку шлемофона из бортовой сети. А вот вам реальная история которую мне рассказал один мой старый приятель. Произошло это в 1985 году в Мурманске в одной из воинских частей советской армии. Солдат старослужащий из Ленинграда по фамилии Калошин вдруг осознал что уже два месяца не писал родителям. А те поди уже волнуются. Надо их как-то успокоить. Если отправить письмо оно будет идти не очень быстро несколько дней а то и целую неделю. Значит надо отправить телеграмму. А тут как раз очень удобный случай подвернулся. Парни из его части в патруль по городу собирались. Среди них был солдатик казах из молодых. Канарбаев его звали. К нему то и обратился Калошин дал ему адрес родителей и деньги а потом проинструктировал. Пошлешь телеграмму напишешь что я жив здоров а все подробности письмом. Вот нормально ведь все объяснил не так ли? Все ведь понятно. Никакого подвоха не чувствуете? А он оказывается был подвох этот. Через сутки Канарбаев пришел в часть из патруля. Калошин его спросил ну что послал телеграмму? Так точно послал ответил молодой боец. А еще через сутки приехала мать Калошина вся на нервах и в слезах. Она получила такую вот телеграмму «Калошин жив подробности письмом». Подпись Канарбаев. Всего пять слов пять слов но сколько в них недосказанности и трагизма. Это была программа «Невредные заметки» тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. Специальный выпуск приуроченный к 23 февраля. С наступающим праздником защитники Отечества. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...